В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Скованный морозом горожан призывают соблюдать меры безопасности при выходе на лед. Отказ от житейских радостей, очищение тела и души. У православных христиан начался рождественский пост. Писатель, политик и общественный деятель. В библиотеке имени Маяковского прошла встреча с Николаем Стариковым. Далее расскажем обо всем подробно. Вторую неделю в регионе держится минусовая температура. И хотя снега еще нет, большинство водоемов уже покрылись льдом. Любители зимних развлечений катаются на коньках. Рыбаки сверлят лунки и ждут поклевок. Достаточно ли промерзли городские водоемы и насколько безопасен выход на лед, расскажем в следующем репортаже. Прежде чем выйти на лед, нужно убедиться, что он выдержит вес человека и по нему можно безопасно ходить. Специалисты Департамента городского хозяйства еженедельно измеряют толщину льда на реках Сатис и Саровка и пруду Боровом. Последние замеры показали, что не везде вода промерзла до безопасных параметров. На пруду Боровом толщина льда составляет у берега 16 сантиметров, в центре 17 сантиметров. На первом гидропосту, который находится чуть выше Маслитинского моста, это те же самые показатели. У берега 16 сантиметров, в центре 17 сантиметров. Второй гидропост, он находится в районе Мира-28Б, там лед очень тонкий, промоенный, даже замер льда не удалось сделать. Безопасным для дохождения человека считается лед зеленоватого цвета толщиной не менее 7 сантиметров. Катание на коньках возможно только если толщина льда не менее 12 сантиметров, а массовое катание толщины льда должно быть больше 25 сантиметров. Специалисты департамента городского хозяйства напоминают, что в нашем городе нет ледовых переправ, поэтому выезжать на замерзший водоем на транспорте запрещено. Отчеты о замерах льда будут еженедельно публиковаться на сайте администрации. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в ютубе. К другим новостям. У православных верующих начался рождественский пост. Он продлится 40 дней и закончится в сочельник 6 января. Это один из самых длинных постов, но в отличие от пасхального, более щадящий. В эти дни все православное сообщество соблюдает строгую диету и духовно готовится к одному из самых больших церковных и семейных праздников – Рождеству. Одному из главных церковных праздников – Рождеству Христову – предшествует 40-дневный пост. В это время православные христиане осмысленно отказываются от житейских радостей ради течения тела и души. Готовятся к Великому дню с помощью молитвы и ограничений в еде. Традиционно в церкви сложилось так, что одним из условий этой подготовки является чистота сердца, чистота души человека. Очень часто люди путают понятия и считают, что отказа от определенных продуктов на протяжении почти шести недель достаточно, чтобы встретить праздник обновленными и духовно очищенными. Служители Русской Православной Церкви подчеркивают, что важен духовный пост, а не телесный. Людям трудно понять глубину этих духовных переживаний, церковных молитв, и человек воспринимает лишь поверхностное. Поэтому легче человеку воспринять именно условия поста, правила воздержания, правила приготовления пищи, соблюсти букву закона, чтобы совесть его была чиста. А вот духовную работу человек как непонятную, как более тяжелую откладывает. Священнослужители отмечают, что пост – это не цель, а средство, чтобы побороть в себе недостатки и постараться стать лучше. Завершится пост Сочельник в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды. 30 ноября хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Старт» из Таншаева. Начало матча в 14 часов. Билеты можно приобрести за час до начала игры. Вход на трибуны со стороны улицы Московской. Приходите и поддержите наших спортсменов на первом домашнем матче. Также канал «16» будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в Ютубе и группе ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 3 декабря стадион 16 школы откроет для всех желающих. Заниматься спортом соропчане смогут ежедневно, кроме понедельника, с 15 до 20 часов. Для этого необходимо прийти в школу и написать заявление о желании посещать спортивные площадки. До конца года на объекте установят систему электронного доступа через специальные пластиковые карты, которые также можно будет получить по заявлению в 16 школе. Для защиты от вандалов на стадионе работает система видеонаблюдения. Более подробная информация по телефону 9-51-60. Центр здоровья детей приглашает юных соропчан проверить состояние своего организма. Процедура бесплатна и включает в себя комплексное обследование дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, экспресс-анализы на сахар и холестерин, а также осмотры у стоматолога-гигиениста. Записать своего ребенка можно через портал пациента. Центр здоровья детей работает на втором этаже детской поликлиники в Новом районе. В Саровчине поборются за звание чемпионов мира. В эти дни в Токио проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В состав национальной команды по прыжкам на двойном мини-трампе вошли двое воспитанников Саровской школы акробатики. Действующий чемпион России, Европы и мира Михаил Заломин и Александр Одинцов. Библиотека имени Маяковского продолжает серию встреч с известными людьми нашей страны. На этот раз в Саров приехал писатель, политик и общественный деятель Николай Стариков. Он написал ряд книг по новой и новейшей истории, экономике, геополитике. О своих взглядах на происходящее в России и перспективах ее развития Николай Стариков побеседовал с Саровчанами. На протяжении всего существования наша страна испытывала давление со стороны западных держав, уверен Николай Стариков. Виной тому в том числе особенности географического положения. Россия постоянно боролась за свою независимость. И даже сейчас в относительно мирное время идет война. В этот раз информационная. Используются ведь в этой пропаганде все современные средства массовой коммуникации. Обращение идет к молодежи. Молодежь у нас чем интересуется? Ну, в том числе компьютерными играми, да? И выходит игра Call of Duty. И в ней русские солдаты занимаются массовым убийством мирного населения в стране, очень похожей то ли на Сирию, то ли на Курдистан. Николай Стариков уверен, что пропаганда идет не просто так. Она готовит к настоящей войне, которая неизбежно начнется. Сейчас наших соотечественников совершенно бездоказательно обвиняют в крупных международных преступлениях. В том числе совершенно беспочвенный разговор о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США. Как можно повлиять на американских избирателей, не обладая мощью западных СМИ? Это они могут влиять или пытаться влиять на наших избирателей, потому что у них есть газеты, журналы, фильмы, журналисты, правозащитники, НКО. Здесь у нас внутри. И там у них снаружи. Но не все благополучное и в нашей стране считает писатель. Государство должно быть более сплоченным, серьезным и объединенным. Не хватает окончательно выстроенной вертикали власти. Проблема еще и в том, что подчас не исполняются законы. В качестве примера он привел закон о блокировке Телеграм. Мессенджер до сих пор работает. И даже политики и крупные государственные СМИ призывают подписываться на свои каналы. Это же ржавчина для государственного корабля. Так неправильно. Так нельзя. Если приняли решение, надо идти до конца в его выполнение. Но прежде чем его принимать, нужно видеть механизм его реализации. Если у вас нет механизма реализации, значит закройте глаза на то, что этот Телеграм сейчас работает. Во второй части встречи Николай Стариков ответил на вопросы соровчан. Мост. Одно из самых древних изобретений человечества. Он позволяет преодолевать водоемы, овраги, обвалы. В мире существует более миллиона мостов разной длины, высоты и ширины. Их роль в современной международной сети транспортных потоков и огромное торговое и стратегическое значение трудно переоценить. День мостов, или как его еще называют мостодень, отмечают ежегодно 29 ноября. Среди огромного количества мостов разной величины есть небольшие переправы, которые играют важную роль в жизни провинциальных городов. Мост через речку Вичкинзу называют Балыковским. Он соединяет пригородные улицы Сарова. Краевед и публицист Иван Иванович Ситников родился и вырос на правом берегу реки. Так что историю этого моста он знает как никто другой. Нынешний мост через Вичкинзу существует уже 38 лет. А до него на этом же самом месте стоял старый деревянный, который в свою очередь просуществовал 20 лет. 40 лет назад деревянный мост сильно повредили льдины во время весеннего паводка. Конструкция сильно прогнулась, но выстояла. Водители уже не рисковали проезжать по аварийной переправе. Только жители Балыкова осторожно ходили по шаткому мосту. Но тем не менее к лету по прошествии половодья рядом с ним насыпали плотину для автотранспорта. Сейчас улица мостовая расширилась. К тому же много участков заняли садоводы и огородники. В 80-х годах прошлого века на правом берегу реки стояло всего 27 домов и воинская застава. Этот мост был жизненно необходим военнослужащим заставы номер 13, которые охраняли северные рубежи нашего закрытого города. Речка за несколько десятилетий сильно обмелела и обнажила остатки старого моста. Деревянные опоры кое-где еще торчат из воды. Старого моста уже нет больше 40 лет. Но память-то осталась. Елена Гринева стала лауреатом второй степени всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2019». В финальных испытаниях приняли участие более 60 педагогов из 35 регионов России. Они демонстрировали новые методики и технологии обучения и воспитания, а также делились опытом со своими коллегами. Педагога дополнительного образования Дворца детского творчества представляла Саров в туристско-краеведческой номинации. Елена Гринева руководит объединением Истоки во Дворце детского творчества. За 15 лет работы она создала большое количество программ, с помощью которых прививает детям любовь к родному краю. Также Елена Гринева со своими проектами принимает участие в различных мероприятиях. Последним из таких стал всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям», на котором Елена Гринева стала лауреатом второй степени в номинации «Туристско-краеведческая направленность». Когда объявляли результаты, надеялись, что мы получим это место, но всегда, конечно, волнительно и было очень приятно. Даже коллеги-туристы, краеведы, которые участвовали со мной в номинации, поддерживали, говорили, Елена, ты молодец, эмоций много. В заключительных этапах конкурса «Сердце отдаю детям» приняло участие более 300 человек. После тестирования борьбы за звание лучшего педагога дополнительного образования продолжили 69 конкурсантов. Также было абсолютно новое задание, называется «4К», где надо показать свои коммуникативные способности, уметь работать в команде. И было такое задание – представить систему образования, дополнительного образования будущего. Надо было смоделировать работу учреждения доп. образования, абсолютно новые, которые сейчас нет. На достигнутых результатах Елена Гринева останавливаться не собирается. В планах у педагога пополнять свою работу, край, в котором ты живешь, новыми идеями, чтобы в дальнейшем вновь отправить ее на конкурс. В конце ноября в Арзамасском музыкальном колледже прошел всероссийский конкурс «Радуга талантов-2019». Он был организован при поддержке Министерства культуры Нижегородской области. Воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы имени Балакирева стали лауреатами фестиваля и обладателями двух гран-при. Подробности в следующем репортаже. Воспитанники и педагоги детской музыкальной школы имени Балакирева достойно представляют Саров по всей стране и за рубежом. Всероссийский конкурс «Радуга талантов» не стал исключением. Десятилетняя Таня Юсилевич на конкурсе выступала дважды. Сольно с пьесой фантазии Сергея Рахманинова и мазуркой Александра Скрябина. А также в составе оркестра с композицией «Любимая мелодия» Вадима Бибергана. С ними девочке удалось взять гран-при. Таня играет на фортепиано уже пять лет. Любовь к музыке передалась юной пианистке от мамы. У меня мама тоже в музыкальную школу ходила. У нас, ну как, было пианино. И мама на нем иногда играла. И мне нравилось. Я захотела учиться в музыкальной школе. Мама меня привела. Ну и вот я начала учиться. Глеб Терюшев вместе со своим коллегой по дуэту Александром Забродиным завоевал сердца жюри звуками аккордеонов. Школьники стали лауреатами первой степени в номинации «Народные инструменты». Везде и оркестр, и соло, и ансамбли. Но мне, если честно, понравился этот конкурс, потому что он оставил море впечатлений. Особенно, когда была церемония награждения, когда вот играли сами произведения. Играли с произведениями первое «Владимир Мигуль, поговори со мной, мама», а второе «Молдавский танец, джокл скрул». Лауреатами первой степени также стали участники ансамбля домристов «Калинка» под руководством Ольги Тихоновой. В состав коллектива входят ученики и преподаватели музыкальной школы. Несмотря на разницу в возрасте, исполнение младших домристов органично сочетается с игрой опытных педагогов. Еще одна гордость детской музыкальной школы имени Балакирева – оркестр русских народных инструментов, который на конкурсе «Радуга талантов» признали лучшим. В стенах Арзаматского музыкального колледжа, кроме любимой мелодии Бибергана, участники исполнили кадриль Темного и Тростянского. С солистом Константином Махартом. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!